Чествовали лучших работников разных отраслей и вручали заслуженные награды. В Ульяновском драматическом театре провели праздничный концерт для ульяновцев. Прямую трансляцию вел телеканал Уллправда ТВ. Перед началом церемонии в фойе для гостей развернули интересную экспозицию. Ульяновский госархив показал уникальные документы, указ Президиума Верховного Совета СССР об образовании нашей области. Но истоки Ульяновской области, они намного глубже относятся ко времен Екатерины, Второй императрицы Всероссийской Екатерины Великой. Именно в ее правлении было создано Симбирское наместничество. И у нас в экспозиции в выставочной представлен уникальный документ, указ Екатерины Второй об учреждении Симбирского наместничества 1780 года. Свою фотовыставку подготовила и команда передачи нашего канала «Симбирская кругосветка». За год существования проекта наши коллеги побывали в 18 районах и привезли с путешествий сотни фотографий красивейших мест региона. Позже уже в Большом зале театра всех ульяновцев поздравил губернатор Алексей Русских. По меркам нынешнего весьма динамичного времени, 79-й год срок немалый. За этими цифрами скрывается десятилетие славной трудовой, научной и культурной деятельности многих поколений ульяновцев. Многих из вас. Тех, кто каждый день пишет историю нашего региона, создает ее настоящее и будущее. В этом году звание «Почетный гражданин Ульяновской области» вручили двум людям. К сожалению, посмертно. Почетного знака удостоился Анциферов Геннадий Васильевич, строитель и лауреат Госпремии РСФСР. Под его руководством были построены объекты Ленинской мемориальной зоны. Мемориал, гостиница «Венец», педагогический университет и первая гимназия. Награду получила его дочь Лидия Геннадьевна. Эта награда будет храниться в семье. Это благодарность не только от меня, но и от него, конечно, и от каждого члена семьи, от внуков и правнуков. Эта награда будет храниться из поколения в поколение. Звание почетного гражданина присвоили и Анне Михайловне Лебедько. Заслуженный врач России 25 лет проработала в детской областной больнице, стояла у истоков создания перинатального центра «Мама». Ее не стало в прошлом году. Дочь, получавшая награду, не могла сдержать слез. Мама всегда жила, прям пылала своим делом. Настолько пыталась всегда помочь нашим ульяновским маленьким пациентам и их семьям. И надеясь, что в жизни многих она оказала какую-то такую поддержку. Позже для зрителей выступили творческие коллективы, среди которых прославлены эстрадный балет «Экситон» и духовой оркестр «Держава». Слова благодарности и поздравления в этот день звучали и в Доме правительства. Там глава региона вручил государственные награды 35 лучшим сотрудникам и ветеранам. Каждый из них добился высоких результатов в своей профессиональной деятельности. Также за личный вклад в достижение высоких показателей в социально-экономическом и культурном развитии региона губернатор вручил свидетельство о занесении ульяновцев на областную доску почета. Улправда. ТВ Субтитры создавал DimaTorzok